Приветствую вас! Вы знаете, наиболее грамотным, по моему мнению, ответом для вас будет примерно следующее. Значит, решать, отвечать ему на сообщение или нет, только вам, в принципе. Я, если честно, не думаю, что мы имеем право давать вам рекомендации такого типа. Я не думаю, что это правильно в данном случае. Вот. Поэтому я вам хотел бы просто сказать, значит, что будет, если вы, допустим, да, вот, ну, если вы, например, ему, ну, допустим, допустим, если вы ему не ответите вообще, что будет в этой ситуации. В этой ситуации будет, на мой взгляд, то, что у вас останется, по сути дела, недовосвященное действие. То есть, то есть, вы будете чувствовать, что не завершили должным образом отношения, вы будете чувствовать, что, ну, как-то, вы знаете, не дали, может быть, шанса мужчине, да, там, и так далее, и так далее. Вот. И вне зависимости от того, что он там написал, вас все равно будет, все равно вас это будет беспокоить. Ну, отчего, просто потому, что по-другому, к сожалению, вот быть не может здесь. И я думаю, я думаю, что вы не до конца знаете, почему мужчина вот так поступил. Вы не знаете, что заставило его вот так с вами поступить. Да, вы не знаете, что его заставило так сделать. И не зная этого, вы как-то делаете, ну, какие-то вы делаете, ну, какие-то вы делаете предположения относительно того, что вообще может происходить у вашего молодого человека. Вот. И я думаю, что это ошибка, потому что в любом случае все нужно выяснить, потому что в противном случае вас это будет, знаете, ну, довольно сильно беспокоить. И вы просто-напросто, может быть, даже не сможете новые отношения, другие, другие отношения строить. Вот. Поэтому я думаю, что такие будут последствия, значит, у того, если вы молодому человеку не ответите. Вам даже отвечать ему, в принципе, не обязательно. Вы можете просто пойти вот посмотреть, что он вам написал вообще спрос. И посмотрев, что он вам написал, вы можете даже не читать, то есть не отвечать, ну, вам не обязательно отвечать. Вот это вот то, что мне кажется, у вас неверно, неверно, ну, неверно выстроено. Вам не нужно отвечать человеку, если вы не хотите этого, этого, вам не нужно этого делать. Зачем тратить свое время на того, кто, например, вам, там, по какой-то причине, да, вот, неприятен, допустим. Но прочитать, то, что он вам написал, прочитать, то, что он вам написал, это, по сути дела, означает, что вы для себя, для себя, вы, как бы, сможете завершить вот эти вот отношения, которые у вас сейчас есть, которые у вас, там, начались, и, которые вам, ну, вероятно, всего мешают, вероятно, всего не дают, там, нормально жить дальше, вот. То есть ситуация именно такая вот, именно так вы можете, в принципе, поступать, а как именно поступать, решать вам, вот, я лично надеюсь, что вы примете верное решение, вот, и поймите, что если вы прочитаете то, что он вам написал, то вы сможете, наконец, эти отношения завершить и начать жить дальше, начать, знаете, начать жить своей жизнью, без, вот, без него, возможно, понимаете, и это, на мой взгляд, очень хорошо, здорово и правильно, если вы сможете жить без него, без человек. Потому что, ну, определенно, он вам, вот, как я понял, он вам мало, мало достаточно хорошего в этом сделал. Как я понял, он вам, ну, как бы вы с ним общались, да, но он вас начал обманывать. Вот это нехорошо. Это поведение не того человека, который уважает свою женщину и который, как-то, вот, знаете, считает, что с ней нужно как-то вообще прислушиваться, к ней нужно как-то там что-то еще делать, понимаете. Вот. Я думаю, что именно так можно вам на ваш вопрос ответить, вот, решать все равно вам. Надеюсь, что вы это так же понимаете, потому что мы за вас, вот, такие решения принимать не можем, это было бы неэтично. Это было бы неэтично именно с профессиональной точки зрения. Это было бы неправильно. Вот. Значит, что еще, что еще можно вам, вот, здесь добавить, что еще можно сказать. Вы говорите, что вы злые на него. Злость это нормальное чувство, на мой взгляд, здесь и сейчас злость это нормальная реакция у вас, у вас идет, вот. Я думаю, что правильно будет, если вы не будете свою злость пытаться как-то подавить. Я думаю, что вам имеет смысл высказать мужчине все, что вы о нем думаете. Это, опять же, это, опять же, это справедливо, сказать ему то, что он поступал как-то, вот, по отношению к вам плохо, вот, это будет справедливо и справедливо. Но не рассчитывайте в ответ на его, ну, не рассчитывайте в ответ получить от него какую-то вот реакцию, которая вам, например, ну, помряглась. Вот, потому что, скорее всего, молодой человек уже для себя все решил, вот, и просто-напросто вот эту вот свою линию, которая, ну, линию поведения, поведение я имею ввиду, вот, он, скорее всего, эту линию просто-напросто вот сейчас продвигает. Вот, только, только и всего. И чем больше вы будете пытаться изменить его линию поведения и, может быть, даже его самого, чем больше вы будете пытаться это делать, Вот, тем больше вы будете тратить именно своих сил на это и, соответственно, тем хуже вам будет. Вот, так что, знаете, вы все равно, когда у вас висят вот эти сообщения, вы все равно о них думаете. И думая о них, об этих сообщениях, вы, как бы, не позволяете себе просить дальше. И, поверьте мне, что в этом нет ничего хорошего, того, что могло бы вам как-то помочь из этой ситуации. Также я хотел бы, чтобы вы постарались меньше внимания уделять социальным сетям и больше внимания уделять живому общению. То есть, если вы хотите, а будешь с мужчинами общаться, то делайте это все-таки, знаете, больше в реальной жизни старайтесь. Потому что социальная связь – это раздоль для тех, кто не может, кто боится, у кого не хватает духа, сказать какие-то вещи в лицо. А это очень портит отношения между людьми, по крайней мере. На этом все. На этом я, думаю, можно закончить. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!